Устройство компьютера. Из чего состоит компьютер? Основные устройства компьютера живут в системном блоке. К ним относятся материнская плата, процессор, видеокарта, оперативная память, жесткий диск. Но за его пределами обычно на столе проживают также не менее важные устройства компьютера. Такие как монитор, мышь, клавиатура, колонки, принтер. В этом видео мы рассмотрим из чего состоит компьютер, как эти устройства выглядят, какую функцию выполняют и где они находятся. Системный блок. В первой категории мы разберем те устройства или, как их еще называют, комплектующие, которые прячутся в системном блоке. Они наиболее важны для работы ПК. Кстати, сразу можете заглянуть в системник. Это несложно. Достаточно открутить два болта сзади системного блока и отодвинуть крышку в сторону. И тогда нам откроется вид важнейших устройств компьютера, по порядку, который мы сейчас рассмотрим. Материнская плата. Материнская плата это печатная плата, которая предназначена для подключения основных комплектующих компьютеров. Часть из них, например, процессор или видеокарта устанавливается непосредственно на саму материнскую плату, предназначенный для этого разъем. А другая часть комплектующих, к примеру, жесткий диск или блок питания, подключается к материнской плате с помощью специальных кабелей. Процессор. Процессор это микросхема и одновременно мозг компьютера. Почему? Потому что он отвечает за выполнение всех операций. Чем лучше процессор, тем быстрее он будет выполнять эти самые операции. Соответственно, компьютер будет работать быстрее. Процессор, конечно, влияет на скорость работы компьютера и даже очень сильно, но от вашего жесткого диска, видеокарты, оперативной памяти и так далее, также будет зависеть скорость работы ПК. Так что самый мощный процессор не гарантирует большую скорость работы компьютера, если остальные комплектующие уже давно устарели. Видеокарта. Видеокарта или по-другому графическая плата, предназначена для вывода картинки на экран монитора. Она также устанавливается в материнскую плату в специальный разъем, PCI. Реже видеоядро может быть встроено в процессор и материнскую плату, но ее мощности чаще всего хватает только для офисных приложений работы в интернете. Ну и в некоторых случаях для малотребовательных игр. Оперативная память. Оперативная память это такая прямоугольная планка, похожая на картридж от старых игровых приставок. Она предназначена для временного хранения данных. К примеру, она хранит буфер обмена данных. Копировали мы какой-то текст на сайте и тут же он попал в оперативку. Информация о запущенных программах, спящий режим компьютера и другие временные данные также хранятся в оперативной памяти. Особенностью оперативной памяти является то, что данные из нее после выключения компьютера полностью удаляются. Жесткий диск. Жесткий диск, в отличие от оперативной памяти, предназначен для длительного хранения файлов. По-другому его называют винчестер. Он хранит данные на специальных пластинах. Также в последнее время распространились SSD диски. К их особенностям можно отнести высокую скорость работы. Ну и тут же, конечно, есть свои минусы. Они дорого стоят. SSD диск на 120 гигабайт обойдется вам в цене так же, как винчестер на 1 терабайт. Ну это приблизительно. А представляете, сколько тогда будет стоить SSD на 1 терабайт. Во-во. Но не стоит расстраиваться. Можно купить SSD на 64 гигабайта или на 120 и использовать его в виде системного диска. То есть установить на него Windows. Скорость работы компьютера увеличивается в несколько раз. Система стартует очень быстро. Программы летают. Я 3 года назад перешел на SSD. Теперь на SSD диске у меня установлено Windows 10. А на обычном, традиционном жестком диске, хранятся файлы. Дисковод. Дисковод нужен для работы с дисками. Хоть уже и гораздо реже используется. Все же на стационарных компьютерах он пока что не помешает. Как минимум дисковод пригодится для установки системы. Хотя в крайнем случае можно установить Windows с флешки. Но это уже совсем другая история. Системы охлаждения. Системы охлаждения это вентиляторы, которые охлаждают комплектующие. Обычно установлено 3 и более кулеров. Обязательно 1 на процессор, 1 или 2 на видеокарте и 1 на блоке питания. А далее уже по желанию. Если будет что-то тепленьким, то желательно это охлаждать. Устанавливаются также вентиляторы на жесткие диски и в самом корпусе. Сбоку или сверху. Звуковая карта. Звуковая карта выводит звук на колонки. Обычно она встроена в материнскую плату. Но бывает, что она либо ломается и поэтому покупается отдельно. Либо же изначально качество стандартное владельца компьютера не устраивает. И он покупает другую звуковую карту. В общем-то звуковая карта также имеет право быть в списке устройств для ПК. Блок питания. Блок питания нужен для того, чтобы все вышеописанные устройства компьютера заработали. Он обеспечивает все комплектующие необходимым количеством электроэнергии. Корпус. А чтобы материнскую плату, процессор, видеокарту, оперативную память, жесткий диск, дисковод, звуковую карту и блок питания и возможно какие-то дополнительные комплектующие было куда-то засунуть, нам понадобится корпус. Там все это аккуратно устанавливается, закручивается, подключается и начинает ежедневную жизнь. От включения до выключения. В корпусе поддерживается необходимая температура и все защищено от повреждений. В итоге мы получаем полноценный системный блок со всеми важнейшими устройствами компьютера, которые нужны для его работы. На этом тема, из чего состоит системный блок, подошла к концу. Двигаемся дальше. Периферийные устройства. Ну а чтобы полноценно начать работать на компьютере, а не смотреть на жужжащий системный блок, нам понадобятся периферийные устройства. К ним относятся те компоненты компьютера, которые за пределами системника. Монитор. Монитор, само собой, нужен, чтобы видеть то, с чем мы работаем. Видеокарта подает изображение на монитор. Между собой они подключены кабелем VGA или HDMI. Ну или DVI в некоторых случаях. Клавиатура. Клавиатура предназначена для ввода информации. Ну, само собой, какая работа без полноценной клавиатуры. Текст напечатать, в игры поиграть, в интернете посидеть. И везде нужна клавиатура. Мышь. Мышь нужна, чтобы управлять курсором на экране. Вводить его в разные стороны, кликать и открывать файлы и папки. Вызывать разные функции и многое другое. Так же, как и без клавиатуры, без мыши никуда. Колонки. Колонки нужны в основном, чтобы слушать музыку, смотреть фильмы и играть в игры. Кто еще сегодня использует колонки больше, чем ежедневно их воспроизводят обычные пользователи в этих задачах. Принтер и сканер. Или МФУ. Принтер и сканер нужен, чтобы печатать и сканировать документы. И все-все необходимое в области печатания. Ну или МФУ. Многофункциональное устройство. Пригодится оно всем тем, кто часто что-то печатает, сканирует, делает ксерокопия и совершает много других задач с этим устройством. Итоги. В этом видео мы лишь кратко рассмотрели основные устройства компьютера, а у других мы подробно рассмотрим все наиболее популярные периферийные устройства, а также компоненты, которые входят в состав системного блока, то есть комплектующие. Ссылочки вы найдете в описании. На этом все. Спасибо за просмотр.